всем привет как всегда спасибо за то что вы оказываете материальную моральную поддержку каналу моральная поддержка заключается в том что вы пишите комментарии у меня вчера вот вырвали зуб я сидел в кресле ровно два часа два часа мне удаляли зуб это было невероятно я медитировал в полный рост вы не представляете что такое два часа удалять зуб это полный кайф и я насладился почему я это говорю потому что до сих пор переживаю эту историю конечно это не самое далеко тяжелое что может быть в жизни совсем не самое так что ничего не бойтесь идите удалять зубы сколько хотите хоть все это 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 очень здорово я не мог не высказать вот это вот все но просто не мог высказал теперь про битлз ну собственно говоря про битлз я ничего в прямую говорить сегодня не буду вспомнить хочу дни своей молодости безумной и яростной когда мы с моими друзьями слушали без конца первую пластинку группы деджем английской английской группы деджем запомните это название если кто не знает еще индесити называется пластинка и мы просто с ума сходили потому что такой с одной стороны вроде бы вроде бы панк-рок они панк-рок вроде бы рок а вроде бы и и что-то такое сторону куда-то в сторону 60-х хотя все звучит современно даже сейчас там кстати мне написали в комментариях что мы ненавидим слово современно почему я не знаю современно это вот то что мы слушаем сейчас музыка которую мы слушаем сейчас она есть современная музыка и так это звучит увлекательно тяжело жестко и какая-то другая ступень по сравнению 60-ми годами хотя музыка прямо вся оттуда и хочется конечно так вот почувствовать себя каким-то таким идиотским музыкальным обозревателем сказать вот большая тройка британского вторжения 60-х годов кто это такая большая тройка британского вторжения да это the beatles the who и the kings ну многие скажут что а как же так а rolling stones а animals ну rolling stones моя любимая группа это всем известно да но и the rolling stones и animals это все-таки в сторону блюза такая дорожка протоптанная англичанами а вот beatles kings и the who это не блюз совсем это европейская музыка европейский не big beat уже совсем а полноценный европейский мелодичный громкий тяжелый гитарный рок вот что это такое это тройка замечательных групп и я бы назвал не тройку в невеликую тройку британских групп в этом смысле в смысле несение в массы британского мелодичного тяжелого энергичного рока а четверку и четвертым номером я бы поставила в этот ряд группу the jam как раз которая начала играть в конце 70-х просуществовала до начала 80-х записала по моему 6 альбомов я не помню сколько хотя я очень люблю эту группу но у меня всего три пластинки осталось in the city у меня кстати нет прекрасного дебютного альбома но я его хорошо помню он всегда самый и я вполне ставлю в один ряд группу the jam вот этими названными мной группами the beatles the kings и the who и the jam абсолютно в одном ряду это не значит что the jam это такая же группа как beatles например нет и такая же группа как the who нет совсем так более того и the who не такая группа как beatles да и beatles не такая группа как kings они все разные но они все играю играли в одном ряду что называется музыку музыку в одном ключе как я уже сказал английский мелодичный тяжелый гитарный рок и the jam в этот ряд встает у меня абсолютно спокойно и я могу сказать что любой любитель группы the who любой любитель группы the kings любой любитель группы the beatles конечно должен хотя ничего не должен конечно никому но в принципе так принято говорить что должен иметь все пластинки группы the jam ну даже у меня не все пластинки группы the jam поэтому никто никому ничего не должен но это то что надо если вы любите ху kings и beatles то полюбите и вот эту штуку этот пластинку мне подарила моя доченька здесь написано даже папочки от саши когда она была еще совсем маленькая но уже умела писать и слушала хорошую музыку пошла в магазин выбрала пластинку купила ее надо сказать и принесла мне подарила на день рождения я не помню сколько лет назад это было довольно давно но писать она уже научилась очень приятно когда ребенок дарит хорошую музыку под the jam полуэллер лидер группы известная личность не то что известная супер известная в англии в америке он не обладал такой популярностью как в англии но в англии на него рекорд компании просто молились просто молились и the jam было наверное самый коммерчески успешной группой условной новой волны условной ну так расставляли же группы по по манере игры по манере звучания по внешнему виду даже условная новая волна да и самая такая пробивная была группа д джем полуэллер после распада д джем образовал группу заставил канцел у меня есть две пластинки которые я привез прямо аж из англии но у них не два альбома у них альбомов по моему 7 если мне память не изменит тоже это ли 6 или 7 и масса сборников выставил канцел это совсем не джем это такой такой джаз soul фанк рук тяжело с названиями стиля иметь дело и вообще оперировать вот этими терминами очень сложно потому что за ними ничего не стоит просто надо послушать доставил канцел я про него поговорю отдельно про этот коллектив а после того как ставил канцел закончил свое существование полуэллер записал 17 сольных альбомов и все они успешны вот такой вот человек где-то какая-то параллель прослеживается с бобом гелдафом ну как мне кажется они как-то ноздря в ноздрю шли джем и boomtown reds боба гелдафа но полуэллер конечно помощнее на мой взгляд как композитор как певец как гитарист как исполнитель как лидер группы и джем одна совсем уже развалилась у меня старенькая ничего джем я рекомендую конечно начать слушать с олмут конс вот с этого альбома который мне доченька подарил не потому что мне доченька его подарила потому что да просто очень кайфовая музыка опять-таки для тех кто любит beatles who и kings будет самое то прекрасное звучание гитары уэллера такое бриллиантовое бриллиантовые аккорды но при этом он может и не бриллиантовые аккорда вот как на sound effects пластинка здесь просто тяжелая тяжелая перегруженная гитара но не хард-роковая не вот этого без этого всего без волосни как говорят музыканты а четкая такая битловская опять-таки школа игры битловская школа игры и вот здесь есть песня под названием старт номер 5 на первой стороне достаточно послушать как сразу встает перед глазами перед ушами сразу появляется песня тэксмен и это не плагиат это не содрано ничего это это в том же духе сделано в том же духе и может быть даже уэллер пошутил немножко потому что и басовая линия чуть-чуть перекликается и совершенно адская гитарная соло такое битловская но только в 10 раз более авангардно сыграно и где-то бы поболее технично даже потому что уэллер все-таки ну это другое время другая гитарная школа другие возможности студии и тут он конечно наиграл будь здоров прекрасная песня мандой с удивительной мелодией а голос уэллера он такой не то чтобы матовые но такой чуть-чуть сиплый мужицкий мужицко-юношеский сиплый голос и если говорить о sound effects effects уэллер называл эту пластинку смесью сержанта пеппера смесью револьвера и майкла джексона хотя это я прочитал кстати в интернете такое определение один критик написал ну майкла джексона я здесь не обнаружил а вот с револьвером здесь полный вперед в полный рост не то чтобы похоже опять-таки но в том же ключе все сделано если револьвер нравится то это понравится безусловно изумительная песня с the house a blaze номер четыре на первой стороне сложная тяжелая нервная гитарная голосовая что еще сказать про хорошую песню она необычная и цепляющая that's entertainment последняя песня красивая баллада у всех на слуху она где-то обязательно как как-то вы ее где-нибудь до слышали ну неважно не буду петь всего отсутствия возможности владения горлом ну она такая вот но она просто на слуху она очень хорошая запоминающаяся и основана на лежит вся на акустической гитаре ну плюс конечно все там басы барабаны все дела мэнэ декона шоп сложное построение как как опять-таки можно скатиться в термины брит поповая с одной стороны а брит поп это что это мелодика битлз привнесенная на звук восьмидесятых годов положенная на звук восьмидесятых годов собственно вот и весь весь брит поп music for the last couple просто какой-то авангардизм чистый очень странный очень жесткий очень гитарный и нервный и злой а пол уэллер он шел по стопам рэй дэвиса с одной стороны исполнял песни о судьбах реальных людей выдуманных я выдуманных и реальных которые живут там в лондоне других городах англии что с ними происходит и что вокруг них творится очень много сатиры на общество на социум на политику такие серьезные песни с одной стороны а с другой стороны настоящий рок-н-ролл как у кингс как у битлз как у дэху вот что я скажу ну а олмад конс она это семьдесят нас восьмой год а саунд аффекса восьмидесятый но саунд аффекса считается вершиной творчества дэджем олмад конс мне просто очень нравится она немножко полегче чем sound effects но она более мелодично более открыто более солнечно хотя вся она посвящена проблемам парней в индустриальных городах англии несмотря на то что по звуку она солнечная и красивая ну хотя и бомб а и бомб инвардор стрит предпоследняя песня на второй стороне она жесткая тревожная мрачная но одно название чего стоит и бомб инвардор стрит а последняя песня даунда дауна the tube station at midnight которая как пишут как-то была потеряна во время записи в студии едва ли совсем не выброшена случайно куда-то в мусор слава богу она была найдена и восстановлена это просто какой-то космический шедевр британского вот этого рока шестидесятых привнесенного в восьмидесятые она настолько интересная нервная сложная и в то же время без прогрессив рока наворотов такой чистый настоящий хороший рок вместо клин на первой стороне шикарная песня с подбиранием таким такой гитарный рифик подбирается автор к слушателю подбирается подобрался на рефре не раскрывается все поет широко потом опять раз в такой тихий крадущийся риф очень очень хорошо дэвид ватс это кавер группы the kings почти в каждой пластинке вольвер поет либо the kings либо как на втором альбоме modern world по-моему называется да он поет вообще вилсона пикета ну получается очень хорошо били хант первое на второй стороне жесткая жесткая песенка it's too bad еще более жесткий ракешник а потом fly начинается с акустической гитары прекрасная оля битловская мелодия вообще он похож одновременно и на пола маккартни и на джона леннона и на битлз а это все разная музыка и джон леннон пол маккартни и битлз это три разных музыки полуэллер похож одновременно на всех но нигде никакого плагиата а все просто просто настроение просто настроение и полет музыки полет пение полет гитарного звука бриллиантового как я уже сказал вот такая штука д джем очень рекомендую а я пошел пить пока